Минтруд на треть сократит список запрещенных для женщин профессий. С 2021 года женщины смогут водить большегрузы, управлять электропоездами и служить на кораблях. Ну а наш следующий материал о хрупких девушках, которые наравне с мужчинами занимаются обслуживанием вертолетов. Сестры-близнецы Виктория и Алена Полоцкие уже два с половиной года трудятся в авиационно-технической базе Нарьинмарского объединенного авиаотряда. И ничуть не жалеют о сделанном когда-то выборе. Кажется, ни ветер, ни дождь не портят настроение девушке в ярко-оранжевом жилете. Нет, она не пилот. Алена Полоцкая – авиатехник и готовит винтокрылую машину к вылету. Доброе утро, Триньер, сборчивай. Авиатехник отвечает за контроль всех приборов и проводит осмотр их состояния. Проверка аккумуляторов, противопожарной системы, светосигнального оборудования и радиосвязи. Сложные механизмы отнюдь не пугают девушку, ведь за плечами Омский летно-технический колледж, а в голове огромное количество авиационных терминов и схем. Алена признается, трудности, пусть и незначительные, были только в начале трудового пути. Ну, сначала было очень тяжело к климату, привыкнуть к полярной ночи, вот, но потом как-то работа вдохновляет, вот. И как-то к этому-то уже привыкли, первое время здесь всем тяжело. В Нарьинмар Алена переехала вместе с сестрой Викторией. Близняшки все делают вместе, поэтому и выбрали одну и ту же профессию. Интересный факт – семья Полоцких с авиацией никак не связана. Девушки – первые, кто освоил столь сложную специальность. Ну, с детства такой мечты не было, просто недалеко от дома есть аэропорт. Вот, когда учили в школе, мы постоянно смотрели на это, и как-то захотелось, само собой получилось, связали жизнь с авиацией, но еще ни разу не пожалели об этом. Из вертолета перемещаемся в ангар авиационно-технической базы. Здесь вовсю кипит работа. На периодическом обслуживании стоит сразу две восьмерки. Наравне со всеми, с отверткой в руках, у вертолета трудится Виктория. Обязанности у Виктории такие же, как и у Алены – проверять исправность авиационного и радиоэлектронного оборудования. Мы очень сильно переживали, как воспримут коллеги, но коллегам спасибо огромное, они очень поддерживают. Самое страшное – это было столкнуться как раз со стереотипами, с мужскими, что девушка в авиации. Ну, все обошлось. Сестры Полоцкие – единственные девушки в авиационно-технической базе. Впрочем, за два с половиной года работы авиатехники из числа прекрасной половины человечества доказали – они специалисты в своей сфере. И трудятся практически наравне с мужчинами. По большому счету, на данный момент претензий к девушкам вообще никаких нет. С точки зрения профессиональной подготовки, да, они, безусловно, конечно, соответствуют нашим требованиям, выполняют свои обязанности безукоризненно. То есть, мы ими довольны абсолютно. А то, что это девушки, ну, конечно, да, со стороны, так сказать, джентльменской составляющей, мы их ограничиваем в некоторых таких тяжелых работах. Теперь их жизнь тесно сплетена с авиацией. В ближайшее время Алена и Виктория намерены получить высшее профильное образование. А на вопрос, не хотите ли в небо, девушки отрицательно кивают головой. Говорят, работы хватает и на земле. Алина Ваучейская, Антон Водряков, Телеканал «Север». Алина Водряков, Телеканал «Север».